визуализация не очень хороша поскольку здесь ось абсцисс несколько более растянута чем ось ординат и поэтому кажется что здесь не совсем 90 градусов угол кажется что отрицательный тренд немножечко менее мощный чем положительный хотя на самом деле мы это знаем что нас по 50 кружочков и здесь и здесь 50 наблюдений здесь и здесь и так чему же будет равен коэффициент корреляции пирсона для такой ситуации запускаем и считаем 0 75 согласитесь неожиданный результат коэффициенты вообще-то нужны для того чтобы по самому значению однозначно интерпретировать какова ситуация внутри данных поэтому существуют и учебники и специальные сервисы электронные которые помогают сориентироваться и установить в голове исследователя четкую однозначную связь между значением коэффициента и картинкой которые содержатся в данных я погуглил и нашел например такие картинки такие картинки а мы столкнулись ситуации когда значение коэффициента никак не дает нам оснований ожидать увидеть такую ситуацию с трендами двумя противоположными равномочными трендами в наших данных коэффициент корреляции пирсона видит одну закономерность и не замечает другую поэтому однозначность интерпретации коэффициента корреляции пирсона оказывается в этой ситуации под вопросом но это пол беды или даже четверть беды мы уже провели достаточно большую работу в том числе и по объяснению такого рода ситуации тем не менее пока не готовы представить ее результаты однако некоторые голые факты я сейчас представляю вам и еще один я готов представить а именно я сейчас попытаюсь помочь коэффициенту корреляции пирсона увидеть отрицательный тренд для чего я буду добавлять в базу наблюдения развивающий усиливающий отрицательный тренд